итак всем привет вы на канале буран гараж 35 и сегодня у нас видео по ремонту и обслуживанию подвески снегохода буран покажем как меняется подшипники на задних балансирах на тележках делать это будем с помощью нашего комплекта съемников их 4 штуки в комплекте покажу какой для чего съемник и как им пользоваться так скажем видео по просьбам трудящихся парни просили что показать как работают наши съемники поэтому смотрите не переключайтесь поехали начнем мы с первого съемника нужен он чтобы разбирать задний балансирует но перед тем как перед тем как разобрать балансир 1 на снять стопорные кольца для этого есть специальный инструмент снимаем колечки делать это не очень удобно но при определенной сноровки очень быстро получаться все колечко снято разбираем дальше дальше нам понадобится съемник выкрутим болты чтобы они пока нам не мешались и он состоит из двух половин то есть его на раскрутить на случай и съемник очень легко сна то есть две половинки мы устанавливаем на наш балансир подходит съемник как на это усиленная балансира то есть у их щеки более толстая также подходит он сделан с таким расчетом что и подойдет на тележки старого балансира там щека более тонко и съемник нужно расположить таким образом чтобы щека не мешалась болта соответственно то есть вот мы вкрутили два болта и съемник у нас на месте осталось нам подтянуть немножко подтягивать сильно не надо то есть слегка обжали и все дальше я уже показывал я использую подкладку это же подкладка сделана из этих же звездочек из-за этих же щек это просто чтобы не портить так скажем лакокрасочное покрытие закручиваем болты наживляем чтобы они у нас уперлись нашу подкладочку так болты наживили использовать можно обычный вороток то есть да вращаем воротком щека начинает слазить то есть два-три оборота одним один болт два-три оборота второй был я же чтобы это все дело происходило чуть побыстрее буду использовать пневмоинструмент то есть щека у нас снялась съемник остался на щеке его откручиваем он и будем потом разбирать вторую сторону ну ладно пока что отложим в сторону и дальше у нас получается на щеке остались два подшипника да и чтобы их снять мы немножко тут есть стопорное кольцо стопорное кольцо в данный момент сейчас зажато чтобы она ослабилась чуть-чуть просто руки вам подшипники чтобы стопорное кольцо ослабилось и все и снимаем это стопорное колечко тоже снять его обычная проблема что место мало ладно сейчас мы с ними дальше продолжим спустя какого-то количество времени мы сняли стопор так так убираем его в сторону и дальше у нас идет вход наш следующий съемник то есть он предназначен снимать вот эти например два подшипника если у вас тележки балансиров старого образца у вас один подшипник то им же можно и один подшипник снять и также будем им пользоваться дальше снимать снимать подшипники с тележек балансира то есть держим съемник рукой все вот наши два подшипника соответственно то есть если нам надо было я делаю это вам просто для примера это мои старые балансиры старые подшипники мы сняли так как у меня нету новых подшипников и в принципе это тележка балансира у меня лежит как просто лежит то есть она осталась у меня от старого брона то есть я ничего собирать обратно не буду вам же то есть вы берете два подшипника греете сначала первый подшипник там строительным феном или газовой горелкой одеваете его потом второй подшипник одели закрыли стопорное кольцо после того надо подождать немножко времени да можно сделать вторую сторону пока подшипники остынут после нагреть щеку также горелкой обычно я грею горелкой нагреваешь горелкой она легко чик садится закрываешь стопорное кольцо все балансир собран подшипники заменим мы же не будем этого делать продолжим дальше дальше мы разберем и заменим подшипники на балансирах для этого нам надо будет соответственно разобрать балансир подготовить его до замене то есть вынять ось и он сейчас весь развалится но это ничего страшно так так скажем то есть мы получили пол тележки подожмем меня в тиски и соответственно дальше нам понадобится шуруповерт и ключик на 10 здесь соответственно болтики под шлицевую отвертку бывают болтики обычная под ключ на 10 поэтому в любом случае можно разбирать разобрать нам надо обе стороны чтобы полную чтобы использовать наш съемник все колесики мы сняли дальше 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 нам надо тут я смотрю очень много старой смазки поэтому нам надо избавиться старая смазка и тележки тележки сами по себе старая тут возможно еще и будут заглушки железные не знаю специально для этих дел да вот они вот они железные заглушки были когда-то здесь на все равно но я вижу тут вы развальцовка уже уже сделано не по заводскому поэтому тут уже кто-то их делал и эти пробки скорее всего пробили дальше чем надо так грязи обычно ну вот если у вас не заглушены балансиры то вот эта вся трубка она будет постоянно с со старой смазкой а в этой смазки будет песок и все что есть в снегу все что бывает в этой смазке будет поэтому трубки надо глушить пробками пробки подходят сюда как для заглушек это пробка охлаждения то есть со штатного охлаждения пробочка она сюда идеально подходит забиваться и она многоразовая то есть ее можно выковырять и обратно засунуть берем вставку покажи что завальцована но завальцована она уже тут кто-то уже был то есть развальцовка уже видно что молотком поэтому вставляем вставку она должна проваливаться дальше болтик то есть просто центровка берем съемчик ставим ключ на 19 поехали ну уже видно что они разобраны очень легкость подшипник снялся вот он подшипник так подшипник и смотрите то есть в чем плюс вам не надо ничего расколачивать остался подшипник целый да не то в глаза ничего не попадет и соответственно подшипник когда снимался он убрал развальцовку то есть мы берем подшипник обратно же этот же да без всяких проблем мы его туда обратно наживили то есть все на моста остается только взять то есть шарик и развальцевать можно можно развальцевать прям так молотком стучать по краям то есть эти тележки ручно они мне тоже не нужны я их снял со своей старой рамы на с этой стальной подшипник поменяли сейчас заменим на другой стороны с другой стороной могут возникнуть сложности почему потому что тележка имеет разное расстояние то есть здесь поменьше которую мы только что зажимали то есть мы зажимали только что вот этой страны она меньше здесь же больше расстояние вот если брать тиски такие же как у меня до обычно все советские большие тиски они толком тележку зажать не могут если губки старая изношена насечки на губках нету поэтому берем старый напильник напильник самый крупный но небольшой напильник просто подкладываю и зажимаю то есть напильник даст свою насечку своей насечкой врежется в губки тисков и в в трубку в трубку балансира затянули и все по новой с новодельных с новодельных телег вообще легко снимать со старых телег бывает сложности бывать то есть вот как здесь уже кто-то разбирал снимал то есть заменили к примеру вот эту крышечку до поставили ее на место поставили на место оправочку берем этот же подшипник мы ничего не правили то есть мы подшипник не разбивали в чем минус когда ты разбиваешь подшипник это портится то есть окружность трубки и потом подшипник насадить так скажем не так просто все то есть буквально за 45 минут можно обслужить одну тележку следующие два съемника то есть два съемника показал как работают да как ими менять подшипники и следующие два съемника это получается один из состоит из трех увеличенных болтов и в них есть то есть центровка центровка если сейчас я покажу он нужен этот съемник нужен чтобы снимать крышки крышки то есть есть крышки вот такие круглые это старого образца до крышки сейчас крышки идут треугольные то есть чтобы их снять было такое что очень проблематично снимать болты выдернул с коробки а крышку снять не можешь и монтажками и всяко разных даже стопорное кольцо там если будет стоять то есть стопор вынешь и будешь дергать и ничего у тебя получаться не будет то есть подшипники закисают намертво в этих крышках принцип действия покажем так скажем здесь на столе закрепили съемники до маленькими болтиками их притянули крышкой тянуть сильно не надо эти болтики сделаны не для того чтобы съемник не провернулся для того чтобы просто бы было удобнее чтобы как бы бог не соскакивал постоянно а стоял как бы статично на одном и том же месте и все и принцип раскручиваем гайки да и у нас соответственно крышка будет подниматься балл если вот это будет рама представим давал упрется сейчас возьму вал у нас упрется вот так вот звездочкой в раму и как бы дальше ему звезда не не будет давать идти и соответственно крышка у нас просто-напросто выйдет все вот весь принцип нужны они так скажем не каждый раз но бывают такие случаи что много попадаться вот при ремонте снегоходов много попадаться таких что крышки эти не знаешь как снять то есть съемниками это все легко и просто пойдем покажем на снегоход про какие крышки то есть вот эта крышечка у нас да с коробки вал обычно выдергиваться дальше эта крышка не снимают то есть вот так вот подставляются эти болтики их величина рассчитана так что они сюда как раз вал настолько вылезет и все и резьбы хватит то есть раз раз двумя крючками на 17 одним поддерживаешь другим крутишь и все выйдет то есть крышка снимется и последний съемник из нашего комплекта это съемник с эксцентриком он нужен вообще в редких случаях но такое глаз попадаются тоже к примеру вы сняли заднюю щеку свала а подшипник остался внутри вот этот подшипник чтобы оттуда извлечь чтобы его оттуда излечь это надо ну может металлом эту щеку вместе сдать с этим подшипником или попробовать вот так постучать но не факт что не факт что он оттуда вывалится потому что он не так просто там остался вот этим съемником сделанным таким образом что эксцентрик входит в подшипник эксцентрик входит подшипник зацепляется за него соответственно выкручивая гайку на 17 еще один тысяч на 17 выкручивая гайку мы потихонечку слышно слышно и чтобы лишнего бряка то не было закрепили тиска и слышно как подшипник принцип простой просто сделаны все сделано со смещением и все должен выйти может весь не выйдет значит скажем только спасибо уже перекосило под конец под конец может перекашивать поэтому надо переставить вернуть эксцентрик в другую сторону зацепимся с другой стороны все и все и вот подшипник у нас остался в съемнике соответственно щека он чтобы вы не подумали да попробуем сейчас этот подшипник просто могут такие скептики найти что ты так взял щеку в которую там подшипник проваливается вся фигня так вот смотрите как он туда заходит выравниваем как бы он здесь сидит очень плотно этот подшипник эти щеки еще могут могли бы походить если бы если бы они ездили на моей подвеске но так как у меня подвеска переделана поэтому я на этих щеках уже не езжу кому-нибудь у кого-то лопнет может уклеен на клиентском снегоходе потом поставлю на этом парне все я показал вам как с помощью нашего комплекта съемников разбирать и обслуживает подвеску снегохода буран поэтому кому нужно есть продажи вступайте также нашу группу вконтакте найти легко она также называется как канал на ю тубе буран гараж 35 подписывайтесь на канал оценивайте делитесь с друзьями все парни катайтесь не ломайтесь